итак мы переходим к следующей теме это освобождение от захватов я бы назвал эту тему скорее показательной здесь представители айкидо могут показать что они не зря тренируются годами например до захват за руку вот взял противник мы его сюда выслушаем выламываю 2 захват например за за бары добив раз любят брать за одежду делаем накладочку и в эту сторону опять было противник падает жестко быстро 2 прямой пытается нас за пары взять мы отходим воздействуем на лоб красиво но абсолютно бесполезно не тратьте своего времени и сил на отработку всей этой шняги это абсолютно бесполезно для улиц и даже не думайте это все применять это показать вам на камеру да или перед друзьями попантоваться и по возьми меня за бары сейчас я что-то покажу для улицы это все неприменимо и не тратя свое время на отработку этих залог на улице существует всего два захвата это двумя руками за бары и захват за голову когда берут за шею под руку под мышку я вам покажу сейчас максимальные максимально эффективное освобождение от этих двух захватов за бары мы уже рассматривали еще один момент вам покажу который вы должны отрабатывать и уметь делать в таких случаях итак переходим к первому захвату такому одному из уличных захватов это за бары когда берут за за одежду двумя руками обычно делают пьяные здоровые дядьки которые хотят показать силу да не умеют бить но привыкли там бороться или тягать за одежду сразу берут за бары после пивнухи и пытаются сделать реально я понимаю что он здоровый мужик там да по 120 килограмм я его не вырублю ударом и советую вам отрабатывать вот эту очень простую такую хорошую защиту мы сразу поднимаем руки типа пусти понятно что нас никто не слышит пальцами пальцами проводим по глазам из такое делаем движение как бы пальцами вдавливаем глаза и быстро проводим руками то есть это отвлекает внимание да и убирает сразу черный черный взгляд ничего не видно резко наносим удар так колено между ног и добавляем локоть затылок все этого вполне достаточно но вы должны это делать быстро если вас схватили вы говорите пусти чтоб чуть-чуть и муть и вот и ничего не пускает вы должны сразу сделать эту контратаку потому что если вас повалят на землю там бросить за бары будет совсем другая ситуация совсем другой разговор все 5 берет сразу пусти все четко коротко эффективно и так сейчас рассмотрим второй захват за шею когда противник берет вас подмышки он может произойти сразу в процессе разговора а может произойти в дальнейшем в процессе драки то есть процессе разговора когда вас доложат на плечо а потом четко меты и сразу делают коп очень тяжело отсюда сразу выбраться как бы шею давит больно неприятно ваша основная главная задача сейчас покажу таким способом выйти из этого захват как и что еще раз вы стоите в наклоне очень важно свои ноги подставить ногам противника для того чтобы у вас была вот эта опора то есть практически ровный корпус вы могли прогнуться в спине если вы будете далеко стоять ногами у вас не будет опоры то есть спина в напряжении она не вытянет вы сразу будете падать из первое номер один подойти ногами к противнику чуть-чуть подсесть то есть постараться голову из такого положения чуть-чуть вверх приподнять второе свободной рукой у меня это правая рука нанести удар кулаком или ладошкой между ног с расслабить противника сделаем по между ног и второе мы подсаживаемся выпрямляемся и второй рукой сзади под нос противника хватает или прямо пальцами за ноздри и тянем нос наружу то есть сопротивляться этому движению невозможно если человека берут пальцами за ноздри тянут вверх или сюда давят под нос в хрящ носовой хрящик снизу вверх сопротивляться этому движению невозможно аккуратно отрабатывать это с напарником и таким способом вы делаете три простых движения взяли подошли выпрямились оп удар захват и назад повалили выгнуть дальше уже по усмотрению или затоптать если это так где-то серьезная такая ситуация или просто уйти дальше домой вот такие вот два хороших выхода из уличных захватов ухи и Продолжение следует...